20 июля 2013 года. Москва, Ярославский вокзал. Сегодня сюда, из славного города Кирова, возвращается политически осужденный кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный. В парадигме публичности Навальный полный антипод Путину. Последний выращен в Останкинской пробирке, а Собянин тот вообще кабинетный чиновник. Посади Путин Собянина, кто за него вступится. А тут народ пришел встречать освобожденного политика, и никто никого по разнарядке не пригонял. Полицейский полковник, сверкая очками, тут же заявил, что где-то поблизости обнаружена бесхозная опасная вещь. Но ему никто не поверил, а уж в опасность для собственной жизни и подавно. Тут такие парижане, да, вот они ходят по улицам и последовательно передвигают левую и правую ногу. Здесь то же самое. Как, по какому принципу работать на таких транспортных узлах, как вытеснять людей? Все люди, все кого-то встречают или провожают, или приезжают, или отъезжают. Две станции метро, одна из них кольцевая, рядом садовое кольцо, трасса, три вокзала, десятки тысяч людей, постоянный трансфер. Нет, здесь никакая спецоперация невозможна, в принципе. Владимир, а как вы прокомментируете столь скоропостижное и внезапное освобождение Алексея из-под стражи? Ну, знаете, система, когда вступает в состояние коллапса, у нее система принятия решений начинает разрушаться. Левая рука не знает, что делает правая. Поэтому я не верю в сложные теории заговора, я верю как-то в термальное состояние, предогональное. Ну, вот примерно такое. Представители СМИ встречаются, отойдите в сторону, дайте прохозку. Поезд прибыл вовремя. Ожидаемый пассажир прошел по перрону и тут же оказался в окружении фото и видеокамер, после чего произнес благодарственную речь. Ребята, как раз тот случай, когда часто кричат спасибо мне, а я пришел в первую очередь для того, чтобы сказать спасибо вам всем большое. Поверьте мне, я очень четко понимаю, что если бы не вы, но не я и не офицеров, мы бы не стояли бы на этом месте в ближайшие пять лет. Спасибо. Мы разрушили и уничтожили главную привилегию, которой пытается взять себе Кремль. Его якобы право сказать любому человеку, взять под стражу здание суда. И после этого человек пропадал. Вы сделали так, что эти люди были отпущены на следующий день. Спасибо. Вы огромная, мощная сила. И я рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой. Я очень рад быть частью вас. Мы граждане! Я счастлив к тому, что даже в СИЗО с меня не сняли вот этот браслетик. И да, если бы два дня назад мне кто-то сказал, беспокойся, через два дня ты снова будешь на Ярославском вокзале, я бы не поверил бы в это никогда. Да, я ни насеком бы не сомневался, что мы победим и что меня выпустят раньше. Но я, конечно, бы не верил, что это займет всего лишь два дня. Я хочу извиниться перед вами, что я не верил в вас так сильно. АПЛОДИСМЕНТЫ На войне! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я еще раз прошу присутствие, еще раз перед вами всеми хочу поблагодарить этого человека, Офицеров! Офицеров! «Юля! Юля! 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 Юля!» Пошли на автозаки, пошли на стычки с милицией для того, чтобы освободить во многом незнакомых им людей. Огромное вам спасибо, большое спасибо. И я рад, я горжусь тем, что я могу называть себя россиянином, потому что это значит, что я такой же, как и вы. Спасибо большое. В зале суда у него руки дрожали, а здесь дрожали, потому что в зале суда силы нет, и власти нет, а здесь сила, и здесь власть. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! В России публичной политики нет, она, можно сказать, запрещена. И когда рождается настоящий публичный политик, это вызывает в Кремле раздражение. Но сегодня можно с полной ответственностью заявить, что Алексей Навальный становится поистине народным политиком. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Руку, пожалуйста! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!